Так, ладненько. Что прошло, что прошло в эфир, что не надо, то не попало. Представляю нашего спикера, Дмитрий Петряев. Дима, тебе слово. Давай поговорим, как сделать так, чтобы у нас все было, нам за это ничего не было. Про бесплатные деньги, про субсидии и так далее. Погнали. Да, коллеги, сейчас включу презентацию. Сейчас дам тебе права, все. Можно. Так, демонстрация. Я уже научен. Все видно? Так, ты запустил демонстрацию. Центр финансовой помощи. Отличная картинка есть. Ага. Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Петряев Дмитрий. Мы с Андреем являемся партнерами и запустили наш уникальный центр финансовой помощи. Почему он уникальный? Потому что я знаю всех конкурентов на этом рынке, ну, крупных конкурентов. И занимаюсь этим более 16 лет. Вхожу в топ-1 экспертов международного уровня. Ну, не топ-1, да, как бы я в топах нахожусь. По версии РВК, ОСИ, Фонд содействия инновациям. Я тоже вхожу в топовые эксперты. Но тут, да, топовых от топовых нужно разделять. Просто все остальные топовые, у них нет такой команды, как у меня. Как вы знаете, да, бизнес строится не на одном человеке, а на команде, которая у тебя есть. И на твоих компетенциях. И самое главное, умение коммерциализировать свои результаты интеллектуальной деятельности. Наш центр занимается тем, что мы оказываем поддержку российским наукоемким компаниям, высокотехнологичным стартапам по достижению их целей в плане привлечения различных государственных грантов, субсидий от Минпромторга и льготных займов от корпораций МСП и ФРП, Фонд развития промышленности. Представлюсь, да, немного о себе. Мне 43 года, я живу в Москве, в прекрасном городе Зеленоград. Мы были созданы в 1956 году, город образован. И называется кластер микроэлектроники. Он был создан в ответ Силиконовой долине Соединенным Штатам Америки. Я кандидат экономических наук. Моя тема диссертации – это создание инновационного интегрированного центра поддержки предпринимательства. Основатель и руководитель бренда «Димикорп». Мы, как я уже сказал, занимаемся привлечением инвестиций. Так, я фоню что-то. Кто-то включил, да, микрофон? Молода звук, ребята. Смотрите, выключайте, пожалуйста. Ладно, чтобы фоном не было. Ага, Дим, я выключил, да. Кого угодно. Да. Я с 2009 года, я был таможенным инспектором в Шеремейской таможне работы. Ну, там у меня большая сфера деятельности была. Но не суть. С 2009 года до СВО, то есть 13 лет, я был единственным экспертом от России в Европейской комиссии по линии трансфера и коммерциализации технологий, реализации НИОКР и привлечению инвестиций из различных международных фондов. Самый мощный фонд был, это седьмая рамочная программа. Туда Европейский Союз и все ассоциированные страны не вкладывали, но все страны Европейского Союза, они вкладывали полтора процента от своего ВВП. И бюджет у этой программы был 74 миллиарда евро. Мы успешно, я точнее сформировал успешные консорциумы вместе с российскими компаниями. И мы из этого фонда привлекли, Россия привлекла 35, точнее 64 миллиона евро. Самый большой консорциум, который я сформировал, был из 25 участников из 11 стран мира на 15 миллионов евро. Можете вопрос? Российские компании, естественно. Вопрос. Да. Я слушаю уже второй, третий раз эту историю и прям так радуюсь. Как ты попал в это вот? Ты просто любишь деньги, да, и все время к таким большим деньгам тянет, миллиардов долларов к распределению. Или как? Как вот всем оказаться близкими к этим энергиям денежными? Я вообще попал... Да, я понял, Андрей, твой вопрос, спасибо. Я вообще попал в эту движуху совершенно случайно. Я немного потерялся по жизни, я там сменил очень много работ. Прям месяц, даже где-то день работал, и торговым представителем был, и даже был менеджером-конструктором пластиковых окон. И я еще к тому же, ну не мастер спорта, но норматива у меня как мастера спорта по плаванию. И когда я на первом курсе завоевал среди всех факультетов, я на экономическом учился, и среди всех курсов первое место по индивидуальному плаванию. У меня мой декан, Аниськин Юрий Петрович, он офигел над этим, а он фанат плавания тоже был. Я помню, он дал еще мне 5000 рублей, мы пошли напились. И я вспомнил то, что у меня есть такой шикарный контакт. Спортсмены, да. Да-да-да. Ну а как без этого? Вот, я вспомнил то, что у меня есть такой шикарный контакт. Я ему позвонил, говорю, Юрий Петрович, вот, ну помогите, потерялся немного по жизни. Я знаю, у вас там информация. Так, теперь вот у меня, я не сын. Я вот сидел, как бы, ну, я понял, чтобы мне тут задержаться, мне надо работать, жестко работать. А как бы на работу ходить, чтобы просто так сидеть, как там все сидели, ну, это неинтересно, реально неинтересно. А я начал работать. Он, по сути, через авторитет, через наставника вышел, да, на свой путь, да? Он тебе порекомендовал, да? Да, 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 так все и было. И меня заметили в 2008 году. Я устроился, я за год уже вырос. Для всех дам. У тебя, видишь, был запрос. И ты пошел в мир, да, спрашивать, а кому, да? А кого узнать, кого посоветоваться? Это опять же, ребят, правильно. Пишите запрос, пишите, чем можете быть полезным. Такое уникальное пространство, находить партнеров, друзей, коллег, бизнесы совместные делать, инвестировать вместе, путешествовать. Классно. Дима? Да, оно всегда, как бы, годится по жизни. Вот, я стал начальником уже отдела небольшого там. Потом ко мне, ну, я прям быстро расскажу. Потом на работу пришел Альбомир Трифунович. Он сейчас, кстати, зять Полякова Сергея Геннадьевича, директора фонда содействия инновациям. А он серый был, он по-русски плохо понимал, над ним все ржали, короче. А я с ним подружился, потому что то я, что он играет в Counter-Strike во второй, да, кто знает эту игру, тот понимает. И мы с ним разговаривали, я его русскому учил, там, матершинным словам. В общем, мы так три года поработали с ним, он тоже так хорошо работал. Он мне в коридор вызывает такой, показывает приказ о назначении генерального директора союза ЦРоссии. Я такой, что? А нас Путин создал вот эту инфраструктуру в 2000 году. Я такой, охренеть, это вообще кто такой был? Он мне рассказал, я, конечно, охренел, такой, ну, что будем делать с отделом? Я такой, ну, я понимаю, у него компетенции, ну, как бы, взять всех, уволить. Я такой, ну, конечно, это. И мы прям в голод еще увольняем. Да, увольняем. Всех уволили, сформировали данный отдел. И у меня пошел прям очень жесткий карьерный рост. Мне наша инфраструктура оплачивала все обучение. Обучение там дорого стоило. Я там по три-четыре раза ездил в Европу обучаться в Европейской комиссии. И вот как раз я... Можно паузу тоже для всех сделаю? Паузу тоже сделаю, такой акцент неочевидный. Но для меня тоже был опыт такой через общение, дружбу. Я тоже, как правильно сказать, оказался в правильном потоке, в правильном окружении. Да, стал директором персонала компании LG через товарищеские отношения, через дружбу. Да, учитесь дружить. А что такое дружба? Это забота о других. Да, отдавать, отдавать. Когда вы отдаете людям, люди вам тоже хотят что-то дать. Дима? Да, так и есть. Вот. И я, собственно, отвечая, ответив на твой вопрос, я стал тем, кем я стал. И у меня открылись большие возможности. Я там по полгода проводил в Европе, в России. Остальные полгода был в России. И, собственно, я оброс теми компетенциями, которые у меня есть. У меня, кстати, в профиль, если вы в Телеграм зайдете, у меня там часть сертификатов. Я, честно, я понимал то, что они мне, возможно, пригодятся когда-то. Но мне было лень там, не успевал, забывал. Но вот там примерно треть сертификатов я сохранил, успел их сохранить на компьютере. Поэтому они там есть. Я был, у меня, кстати, там тоже есть фотка, вот тоже черт меня дернул ее сохранить. Был лучшим экспертом в Европейской комиссии 2016 года в ноябре. Там есть вот из журнала NetLife Enterprise World Network, где моя фотка была. Причем я им еще так сделал, прикольно. У меня фотка с Крыма, короче, с Ялты. Я сам из города Ялты. Она-то уже под санкциями была, я троллил их так, завуалированно. Я также являюсь бизнес-тренером, причем там не просто по различным направлениям, а я являюсь бизнес-тренером для других бизнес-тренеров. Я участвовал более чем на 100 конференциях, семинарах, вебинарах в 20, там даже больше, чем в 20 странах мира. Я знаю лично Рената Батырова, это, когда он еще был директором пилот-группы в Астрахани, в 15-м году или в 16-м мы с ним познакомились. Вот он до недавнего времени был, то есть почти, сколько это, 8 лет директором Сколково. Недавно уволился, у него еще есть своя компания, другая называется Тысяча капитанов, они на яхтах там гоняют. И я также был, точнее, соорганизатором на форуме «Открытые инновации», если вы знаете, да, это самый мощный форум раньше был в России по инновациям, и он проводился два раза в Сколково. И вот два раза в Сколково я был соорганизатором, ну, от нашей компании, не я лично, и был модератором на этих выступлениях. У меня там аудитория была больше тысячи человек. Вот я, кстати, на этих фотографиях, это, я был приглашен на эксперт в Вологде, причем меня там наградили лучшим экспортером года, то есть всех награждает лучшими экспортерами года за то, что они реально экспортируют, а меня наградили за то, что я помогал этим людям экспортировать. Есть такое вологодское масло, может, вы знаете, в такой зелененькой упаковочке. Мы его жестко продвинули в Европу и придумали с командой очень уникальную научную новизну, за счет чего оно там выстрелило. То, что у них есть трава, которые питаются эти коровы, и у этой травы в Волге уникальные свойства, ну, это на 70% реально правда. И коровы ее поедая, у них появляется уникальное свойство у молока целебное. И вот под этим соусом мы их жестко продвинули в Европу, у них там в пять раз выросла выручка. У меня таких компаний много, которые там... А это на самом деле так было, да? Дима, это правда, да, что такая трава лечебная? Как вот мед разного, да, свойства бывают, гречишные, так вот. И молоко может быть разное, верно? Восемь из пяти, четыре и девять. Классная продукция. Они когда на меня вышли, у них выручка была восемь миллионов. Сейчас у них триста миллионов. То есть они выросли почти в три раза у них выручка. Бренд вот у меня все. Я, родители, там, бывшие две жены, там, вот все-все-все мои знакомые, все вот эту продукцию, ну, употребляют, можно так выразиться. Она чем уникальна, они сами в этом находятся в Владивостоке. И она использует, они используют сырье, вот, местной фауны морской. И там, и хрящий акул, короче. Ну, я, у меня слишком много технологий, я особо в них не вдаваюсь, вот, в эти подробности. Я там дальше еще расскажу пару прикольчиков по поводу вот этих технологий. И к чему они привели. Дим, давай сразу перейдем уже к возможности, да, как взять деньги, и как это все, да, какой процесс надо проделать. Да, сейчас. Как это можно самому сделать, и на каком этапе надо обращаться к тебе, ко мне. Расскажи секрет. Да, вот еще тут немножко задержусь, вот прям чуть-чуть, по поводу команды, да. Вот, как я вначале сказал, главное это, да, не место, где работают, а многие люди, они путают это. Они думают, вот, они создали компанию, у них там выручка, и начинают терять вот этот вот своих людей. А у нас, да, в России, вот почему Путин всегда говорит, надо сохранять технологический суверенитет России, это раз. А два, надо сохранять инженерные кадры и предотвратить их отток. Это очень важно, потому что кадры влияют на все, на рост всего. По поводу, да, грантов вообще, что это за зверье такое? Вот многие, ну, думаю, да, как бы, очень многим сложно поверить, то, что государство реально там без лоббирования дает эти деньги. И вот на меня недавно тоже выходил заместитель генерального директора Ростелекома, и он говорит, ты что, реально сам привлекаешь гранты без лоббирования? Я такой, да, раз в семь меня переспросил, там, под разными соусами, да ладно, типа, я никому не скажу. Очень был удивлен, ну, прям, ну, мы, кстати, с ним тоже партнеримся. Есть гранты. Гранты, это чем их отличают, там, от субсидий и льготных займов? Вам сначала эти деньги дают, вы их тратите, а потом отчитываетесь. Это вот самое вкусное, что есть. Это бесплатные деньги. Да, вам надо показать софинансирование, причем не во всех конкурсах. Иногда это софинансирование, там, составляет 15%, иногда 50%, да. Но, как этот вопрос закрывается? Вам на стадии подачи заявки, например, есть интересный конкурс, с коммерциализацией, там 50% требуется софинансирование. Причем этот софинанс можно снизить до 30%, если получить статус малотехнологичной компании, кстати, что мы с Андреем тоже и обеспечиваем. И когда вам эти деньги дают, и когда вы подаете заявку, вам нужно показать, что у вас есть софинансирование. А показываются они там разные технические вопросы, точнее, технические действия, которыми можно решить этот вопрос. Например, показать нераспределенную прибыль за предыдущий год по вашему бухгалтерскому балансу, то, что эта сумма есть. Если этого нет, выписку с расчетного счета ваша, то, что эта сумма есть. Если этого нет, то там договор займа с кем-то. Причем вы сразу с тем человеком делаете договор расторжения этого займа, чтобы он там не парился. Там, ну, по-разному решается. Собственно, мы с Андреем этим и занимаемся, чтобы вам помочь с этими вопросами со всеми. И когда вы отчитываетесь за первый этап, вам переводят за второй этап деньги. Причем там вот коммерциализация, бизнес-старт. В общем, деньги, которые дают на расширение, модернизацию либо организацию производства, у вас всего два отчета. Это финансовые причем. Это отчет о целевом расходовании бюджетных средств и отчет о целевом расходовании своих средств. И вам, чтобы тут вообще не париться, у нас есть эксперты, причем которые в разных фондах работали. У меня есть эксперт, который 25 лет проработал в фонде содействия инноваций, ведущим экспертом по финансам. Мы даем вам его в команду, причем не в штат, а он на вас работает, там, по ГПХ, неважно как. И он за вас отчитывается. Да, это, конечно, стоит дополнительных денег, но они несоизмеримы с теми деньгами, которые вы получите. То есть, вообще полностью бесплатные деньги на развитие вашего бизнеса. Следующее – это субсидии. Самая главная инфраструктура у нас в России, которая выдает субсидии… Кто-то спрашивает, да, или это микрофон? Вот, самая главная инфраструктура, которая выдает субсидии в России – это Минпромторг. Их там очень много, есть целый портал, есть у них в Телеграме группа. Но чем отличается, да? Вы сначала тратите эти деньги, причем там есть финмонитор, и потом вы отчитываетесь за эти деньги, и после этого вам их только дают. Как вы понимаете, рисков тут очень много. Причем, если там гранты только внутренние аудиты есть, то у Минпромторга есть и свои аудиты, и прокурорские проверки. И тут, ну, соу-соу как бы. Мы, конечно, у нас богатый опыт в этом, но мы больше за гранты топим, потому что нам тоже важна репутация. Мы не можем взять, отпустить наши компании там в чистое поле и забыть про них. Мы всегда вот вместе с ними сопереживаем. Вот Андрей знает, как мы работаем. У нас нет ни праздников, ни выходных. В Новый год проблемы? Да, пожалуйста. Я, правда, у меня все эксперты спят, и я тоже до 11 утра. Сейчас, Дим, можно тоже добавлю? Я включился в твою... Да-да-да, конечно, Андрей. ...формление заявок, посмотрел, какой объем ты делаешь, что там происходит, какая движуха. Это просто ты какой-то монстр, фанат так работать. Да. Почему так этим болеешь? Почему так ты этим горишь? Что тебе движет? Тебе же хорошо все. Вот что тебя мотивирует? Расскажи. Как я всегда говорю, это лучшая работа на свете. То есть вот твою работу нужно любить. Я получаю энергию от этого. Да, мне классно. Да, да, я заряжаюсь этим. А ты от чего кайфуешь? Многие думают, это писанина, это бюрократия, скука. А тебя прет, тебя не остановить. Ты мне в 4 утра пишешь. Ну, у меня 10, у тебя в 4 утра. Я понимаю, это фанат. Это просто... Ну, ты видишь, да, как я вот формирую концепцию за компанию. Даже взять эти мраморные обои. Вот казалось бы, ну, там, мраморные обои, мраморные обои. А мы уже так концепцию выстроили, то, что я уже сам... Просто собраешь новый бизнес людям. Ты понимаешь, ты мозги вправляешь этим. Ты вообще меняешь реальность бизнеса. Да, да, так и есть. Так и есть. И ко мне обращались компании, например, с чат-ботом. Я, честно, я за чат-боты, ну, вообще не берусь, потому что их... Там, я маркетинг проводил, их только в России, больше ста. Там, не говоря о зарубежных рынках. Они тоже ко мне обратились, говорят, Дима, вот, помоги с чат-ботом. Я говорю, да не буду, ну, даже браться за это. Они такие, почему, почему? Я говорю, понимаете, вот мы с Андреем предоплату, то, что вы нам платите, мы ее всю по экспертам раздаем. Мы не заинтересованы, как 99% наших конкурентов жить на эту предоплату. А реально так все конкуренты и поступают, особенно недобросовестные. Мы за результат, потому что мы с результатами зарабатываем. Они такие, блин, ну, уламывали, уламывали меня, такие, сколько предоплат стоит? Я им сказал, они такие, там, давай в два раза больше заплатим, чтобы тебе что-то... Я говорю, да не буду я. Ну, что для меня в два раза больше? Это как бы фигня. У меня все хорошо, там с деньгами и так далее. Ладно, давай в три раза больше. Я такой подумал, такой, блин, еще двух экспертов привлеку, чтобы там подумать. Говорю, ладно, давайте. Я погрузился в эту тему жестко, а у них просто был обычный, даже не программное обеспечение, то, что она сводила вместе людей. Они даже не могли мне на словах сформулировать, в чем научная новизна даже тезисно может заключаться. Я полез в интернет, ну, просто вот примерно по теме сижу, лазусь, смотрю, статья интересная. У «Газпромнефти» проблема, они на шельфах разрабатывали месторождение, и у них навернулись насосы, короче. Один насос стоит 300 миллионов евро. Производит их только Япония. Япония подняла цену, это как раз после СВО, было 22-й год, они подняли цену Х2 для России, то есть 600 миллионов евро. И там, ну, очень-очень сложно еще с логистикой было. И нужно было что-то это заместить. У меня сразу идея такая. Блин, так вот оно что. Мы за счет этого чат-бота сформируем кооперационные цепочки. Я быстро так, кто этим занимается? В России вообще никого. В Америке уже порядка 30 компаний, кто этим занимается. У них программное обеспечение. Я у них там чуть-чуть подглядел, короче. Там подглядел, там подглядел. Там есть много сайтов, где это можно, там, междисциплинарные изыскания, причем 80 этих междисциплинарных изысканий научных, они на китайском языке. Сейчас вот почему, да, мы изучаем китайский, там в институтах обязательно вводится, потому что 70-80 процентов всей интеллектуальной собственности, которая появляется в мире, ее делают китайцы, короче. И мы начали, я, ребята, я думаю, не все. Ребята, слушайте, слушайте, как Дима мыслит и как действует, какие цепочки соединяет по всему миру, да, и какая цепочка устраивается. Вин-вин сплошной. Дима, красава, прям огонь. Благодарю, что такими делишься. Классно. Вау. Так, смотри, тут вопрос от Ксении. Нужно быть гражданином РФ для получения грантов? У них выкупила, сейчас скажу, не Ростех, Роснано. У них выкупила Роснано эту их технологию, причем за огромные там деньги. И они, собаки такие серые, со мной не поделились. Хотя я входил в их свидетельство о государственной регистрации ПО и ВМ как один из авторов его. Ну, это на их совести, я всегда отпускаю ситуацию, как бы, я не гонюсь за большими деньгами. Ну, я, видимо, вот где-то приземленный, но это уже Верика. Это вот одна, да, дальше я расскажу, как там еще мы несколько научных, ну, мы все время за компанию, ну, не все время, конечно, мы придумываем вот эту концепцию, во-первых, с чего мы всегда начинаем, прежде чем взяться за грант, заключить с вами договор и взять с вас предоплату. Мы формируем грамотную концепцию, потому что, как я уже повторюсь еще раз, мы не работаем за предоплату. Ну, предоплата нам нужна, потому что мы ее отдаем нашим экспертам, чтобы не платить свои деньги. А раньше мы платили свои деньги, чтобы вырасти, обрасти этими компетенциями и, самое главное, заработать репутацию положительную. И вот дальше, да, я вам расскажу, как мы формируем там у других проектов эту научную новизну. Это реально уникальные компетенции, которые ни у кого нет. Я вот пытался найти экспертов, у меня там в команде примерно, ну, там плюс-минус 15-20 человек, там кто-то, у меня в основном все девчонки, потому что у парня как-то, ну, склад ума совершенно другой. У меня все девчонки, а у меня ни одного парня нет, экспертов, ничего я говорю. Вот. Не знаю, чем это связано, хотя вроде, парни должны быть умнее, но я не приняю ни в коем случае компетенции, но вот почему-то у женщин это лучше получается. Я там состою в разных группах экспертных, пытался их привлечь, я вот с кем не общаюсь, там, дай бог, в год я одного эксперта привлеку хорошего. И все говорят, я говорю, вы научную новизну пишете? Нет. Я говорю, от Елы берет. Ну, то, что нам даст компания, мы то копипастим, вставляем. Компании только 5% дают адекватную научную новизну. Даже если есть патентные изобретения, они говорят, вот там патентные изобретения дают, там все написано. Фигня все это. Там, да, там написано, патентоведом, но там не то написано. Обычно там пишут, сравнивают с патентом 20-летней давности. А я как руководитель в прошлом огромного департамента, и через меня прошло порядка 50 тысяч заявок и отчетов в фонде содействия инноваций, там, Сколковый, Фрит и так далее. У нас, я когда писал методичку своим экспертам, я им говорил, вот что маркетинг, что научную новизну нужно подтверждать информацией не старше трех лет. Если она старше трех лет, тем более, да, как сейчас идет технологический прорыв, то это уже фигня. А технологический прорыв, чтобы вы понимали, как он идет, если до 2010 года весь-весь мир накопил всего один зета-терабайт памяти, ну, информации с 2010 года, я вот сейчас зета-терабайт, я чуть-чуть, да, вот поправьте меня, если я чуть не прав. Ну, короче, Дехиярд, и с 2010 года до 2020 еще 10 накопили, и с 2020 года каждый год копится по 10 зета-терабайт, причем она увеличивается там не в геометрической, но в алгебраической прогрессии. Поэтому, почему сейчас, да, важна профессия дата-майнеры, которые вот как раз искусственные интеллекты, это связано с искусственным интеллектом. Вот, продолжим дальше про гранты, а то я чуть-чуть, чуть отвлекся, есть льготные займы, льготные займы, это тоже очень большая вкуснятина, потому что, да, сейчас у нас ключевая ставка выросла на биульную, там опять ее подняла, то у фонда развития промышленности, а только он выдает, нет, есть еще корпорации МСП, тоже они по 3% выдают, то, что вам от 5 до 7 лет, точнее, на 5 лет, но можно пролонгировать, если будет обоснование грамотное, до 7 лет, там даже до 10 лет, вы можете получить от 20 миллионов, это если региональные ФРПшки, а если федеральные, то от 100 миллионов до 1 миллиарда, а если выносить проект на Совет Федерации, то можно до 7 миллиардов привлечь, и мы уже успешно привлекли там, вот у нас сейчас в стадии заявки, в стадии подачи заявки, интересный проект, они производят титановые импланты, точнее, не сами импланты, они завод строят, там есть пластинки, которые вот связывают эти импланты, они уникальны практически на всем нашем континенте, да, американцы делают, но американцы все делают, я их не восхваляю там, не преувеличиваю их возможности, но вот почему-то так сложилось, то, что они все умеют, но не суть, и этот... Для чего имплант? А? Для чего имплант нужен? Там для костей, ну там, особенно сейчас для своего это очень, ну, нужно, там у человека хрящ где-то порвался, или там надо кости срастить, ну, для тела импланты, я не знаю, как это объяснить, я не медик, вот, может, как-то криво объяснил, у нас судья. Хорошо, спасибо. Вот, и вы можете получить, ну, грубо говоря, до одного миллиарда, лучше получать до 500 миллионов, потому что если больше 500 миллионов, там не на Совет Федерации выносится, а на их внутренний Совет, и там уже будет попроблематичнее это привлечь, но это не касается нас, у нас есть еще партнер один с Андреем, он возглавлял в Фонде развития промышленности огромный департамент, как раз по оценке вот этих удоевок, он пять лет там возглавлял, он больше трех лет не работает, поэтому он может заниматься этой деятельностью согласно нашему законодательству, да, если человек работал там в каком-то фонде, он не может в течение трех лет после того, как уволился, коммерциализировать результаты своей интеллектуальной деятельности в рамках этого фонда, он уже может, и у нас с этим связаны огромные компетенции, у нас есть выходы на банки, а там основное условие, чтобы вам обеспечить этот займ, вам либо нужно какие-то там материальные, нематериальные активы, но в этом случае тогда у вас будет не 3%, а 5%, либо вам нужна банковская гарантия, и мы тут тоже помогаем, работаем с банками, но опять же, чтобы вам получить банковскую гарантию, вам ее нужно чем-то обеспечить, и вот тут вот появляются рога и копыта, то есть вот это самая сложная проблема, с чем связано участие в фонде развития промышленности, а банковская гарантия стоит там от 3,5% годовых, некоторые банки заламывают там по 9%, но это, конечно, дичь, там уже невыгодно становится, и если у вас есть такие возможности, то обязательно смотрите в эту сторону, мы прям упакуем, то что если мы сформируем концепцию, и вы скажете то, что да, вы получите банковскую гарантию, а на этапе подачи заявки она не нужна, нужно комфортное письмо от банка, у нас тоже формы разработаны все, мы подскажем, как правильно с банком общаться, то это отличный вариант, чтобы развить ваш бизнес. Есть еще такие инфраструктуры, как Сколково, и инновационно-технологические центры. Чем они интересны? Ну, самое интересное и вкусное, это Сколково. Вы можете при чем-то подаваться с командой физлиц, когда вы станете уже резидентом Сколково, точнее, когда вы станете де-факто резидентом Сколково. Что такое отчерчается? Де-факто от де-юра. Де-факто это вам пришло протокол оценки заявки, там по пяти пунктам. Если вы проходите, вы становитесь де-факто. У вас есть полгода, чтобы стать де-юра. Там надо, если компании нет, создаете компанию, меняйте устав, приводите ваши договора в соответствии с требованиями Сколково, и так далее, и тому подобное. И, кстати, мы тоже все это полностью помогаем и даем своего эксперта, который ведет эту деятельность полностью по Сколку. И там появляются основные уникальные льготы. Во-первых, вам не надо платить налог на прибыль, 20% это раз. А многие компании, ну, не многие, практически все ее прячут. К нам выходили клиенты, которые не хотят ее прятать. А есть у нас такое понятие в России, как если компания растет, ее чистая прибыль три года подряд растет более чем на 17%, она становится единорогом. Мне не нравится это слово, но оно используется. А для единорогов появляются уникальные возможности по участию в тендерах, в различных закупках. И компаниям это очень нужно. Они заходят, ну, кто-то ради этого только заходит. Следующая льгота, которую дает Сколково, это вы можете отказаться от НДС. Правда, некоторые не отказываются, потому что, ну, да, кто финансисты, понимаете, то, что ваш заказчик некоторый, они не будут работать, если у вас нет НДС, потому что они потом не смогут возместить. Не буду вдаваться в подробности, из меня такой себе финансист, но на пальцах я вам объяснил. Следующее, что, и, кстати, из-за нее тоже многие заходят наши клиенты, вам, если у вас есть инвестор, физлицо, и он вложит в вашу компанию 20 миллионов рублей, больше нет смысла, потому что ему больше не вернут, то Сколково ему обратно на расчетный счет возвращает 10 миллионов рублей. Это тоже очень крутая возможность. Следующее, там не надо платить налог на имущество 5 процентов, и, а вот еще что, если большая команда у компании, там есть определенные требования, но это уже не буду вдаваться в детали, и, например, у вас фонд оплаты труда, там, ну, допустим, вот у меня сейчас клиент сегодня только у нас с Андрюхой появился, у него там работает там около 70 человек, у него фонд оплаты труда почти 30 миллионов рублей, то есть примерно там 7 миллионов рублей это МРОТ, это 30 процентов, как у всех, то, что после МРОТа это 15 процентов, а он тоже 30 платил, и с этих 15 процентов еще можно вернуть, ну, не более 2 миллионов в квартал, то есть, получается, не более 8 миллионов в год, половину от страховых взносов, причем фонд Сколкова возвращает на расчетный счет, кто-то идет ради этого, у которых большая команда, есть там еще микро-гранты по полтора миллиона, но не более 4 миллионов в год можно получать, там маркетинг, это участие в выставках, но фонд Сколкова вам не дает эти деньги на руке, оно вам возмещает, там есть центр прототипирования, получение сертификатов, лицензий, центры коллективного пользования, и так далее, и тому подобное, кто возит для своей продукции, например, кто-то, у нас там есть, рабовед компания, она производит микроконтроллеры, и она практически всю электрокомпонентную базу и комплектующие она возит из Китая, и подключившись к таможенному брокеру и представителю фонда Сколкова, ему Сколково возмещает полностью это таможенные пошлины и таможенный НДС, как идет, как бывший таможенник, принцип сбора денег с компанией идет по принципу в спан, сборы пошлины и акциз налог, то есть сборы по-любому платить, а вот пошлины и налоги, они платят, товар у них не под акцизный, но им возмещает полностью 100%, кто-то ради этого идет, в общем, Сколково открывает огромные возможности, которыми, ну, просто нужно уметь пользоваться, и вот опять же, сегодня клиент такой был, я ему все, а он же резидент Сколково год, я ему все это рассказал, он такой, а что, так можно, типа, я говорю, а вы вообще не, он говорит, Дим, ну, куда нам, мы разработчики, нам вообще не до этого, я такой, ну, вот, как бы, мы у вас есть, он все, заключаем контракт по-любому, чтобы вывели всю эту деятельность, говорит, для меня это просто было открытие, мы год уже резиденты, а мы не знали даже о таких возможностях, помимо этого, открывается, про пользу финансового консультанта и правильного партнерства, да, когда партнерство усиливает и вин-вин получается, многие, знаешь, вот сейчас мы что, помогали, вот до тебя, когда были льготные ставки, через брокеров кредитных, они что делали, какая фишка, они не шли в лоб в банк, не засвечивали заявку, да, а через серую дверь заходили, проверяли скоринг, очень и выгодно получается, и брокеру выгодно, да, он комиссию получит, и большой кредит получить, и на большой срок, и вот эти вот моменты, обязательно мыслите категориями, а как докрутить, как получить, потому что, когда в лоб суется, вот человек год просидел сколково, да, и ничего не знал, ну это реальность, а надо было прийти на форум, и пообщаться с Димой, и был бы уже, не знаю, в шоколаде, в космосе, да, да, так и есть, а еще вот какие, да, есть возможности у сколково, у них куча закрытых клубов есть, куда доступ, только резидентам сколково, вот, например, ну я как, очень много лет занимался продвижением, у меня, правда, сейчас шесть экспертов уже этим занимаются, ходят по выставкам, ну там, Крокус Экспо, там, этот, Экспо Центр, это все, мы их называем для туристов, там, одни и те же клиенты, они уже тебя знают, о, блин, опять там Петряев пришел, или команда Демикорп, типа, ну, им это не интересно, а вот на закрытых встречах, то там самые вкусные клиенты, у нас одного из последних, вот, который из завода имплантов, он миллиард двести, только вложил своих денег, чтобы купить землю в собственность, и подвести, инженерные сети, и там у вас открываются эти возможности совершенно к другим людям, а да, как вот есть, вот почему, там, Андрей собрал весь этот инвестиционный форум, там, и вот, таргетно, да, вас, то есть нет такого, он не проходит там в какие-то группы, и там спамит о себе, он таргетно выбирает людей, потому что он чувствует успешных людей, а, как говорится, успешные люди, они притягивают, да, да, Андрей, спамим, спамим, а, не, ничего, мы везде рассыл, да, вот, да, ну, не суть, ты в успешных группах рассылку делаешь, а успешные люди, они привлекают других успешных людей, как магниты, и это касательно и вот этих закрытых разных клубов, это вот, что про Сколково, если говорить, вот, кстати, у меня тут фотографии, это вот опять я Вологдика стал, меня наградили лучшим экспортером года, у меня берут интервью, три канала сразу, это меня справа пригласил Морозов, бывший губернатор Ульяновской области, сейчас он депутат Государственной Думы, это я сижу приглашенным экспертом в фонде содействия инновациям, тут и представители фонда, представители региона, это у нас Курская область, это я стою внизу с Майоровым Сергеем Владимировичем, это председатель промышленного кластера Татарстана, очень известный, хотел сказать, молодой человек, очень известный мужчина, вот, и у него очень-очень большие связи, но я как, вы знаете, я никогда не пользовался своими связями для лоббизма проекта, вот, никогда я им не пользовался, потому что у нас есть компетенции, чтобы обходиться без этого, так, ну, наукоемкие, да, вот, у меня многие спрашивают там, Дима, а что вообще такое наукоемкие, что это означает, вот, в двух словах, компания должна что-то разработать свое, либо это должно обладать потенциалом и протезамещением, а если это обладает, то это уже по-любому наукоемкое, потому что не наукоемкое, ну, оно не будет обладать, то есть, его любой может производить, то есть, компания ушла за рубежный рынок, взяли и заместили, это тут все просто, вот, кто там, например, даст, будет там, хочет с нами тоже поработать, там, искать нам этих клиентов, но тоже до конца не понимают, есть список компаний, проходите в их АКВЭДы и смотрите там 72.1, 72.19 АКВЭД, или там 72 еще какие-то, научные исследования в разных областях, тоже, значит, по-любому наукоемкие, или на сайт проходите и смотрите, если есть слово разработка, то, значит, тоже все наукоемкое, то есть, там можно технические вопросы, и прикрутить это за уши наукоемкость, я потом объясню, как все это возможно, так, дальше. А поделись своим опытом, оборотами, сколько привлек уже миллионов, миллиардов для российских компаний, сколько помог взять грантов, и с какими... Когда я работал на государство, когда я работал на государство, и формировал консорциумы, там больше тысячи консорциумов я помог сформировать, привлекли, ну, я так по вскидке, то есть, это не точная цифра, она может там плюс-минус 20 миллиардов быть, более 100 миллиардов рублей. Работая на себя, я уже привлек в российские компании более 4 миллиардов рублей, это было вот еще там в середине года больше трех миллиардов рублей, но за счет того, что мы сейчас в ФРП вот жестко прям развиваем эту тему, и клиенты появились, то там совершенно другие суммы уже идут. Что касательно... Можно сразу так вот приземлимся? Есть разные гранты на старт бизнеса, то есть, когда у человека ноль есть, просто идея, он может получить 4 миллиона, потом второй этап 8, потом 50, 100, 250, и вот расскажи, на каком этапе людям надо, ребятам, да, с форума, с клуба самим брать, а на каком... И звука нет. А-а-а! Блин, я сейчас без видео, что же у меня так это в Бразилии... Сейчас идет звук? Да, да. Смотри, значит, можно взять 4 миллиона на старт бизнеса, то есть, просто с идеей. Можно дальше второй этап 8, потом 50, 200, 250. Вот на каком этапе можно самим брать, на каком этапе приходить к нам уже, да, и получать поддержку. Какой-то трекшн покажи, вот чтобы ребята себя увидели. О, так это же мне подходит, сейчас я вот это два шага... А потом уже... Как раз я сейчас об этом и собирался рассказывать уже. Есть, во-первых, есть различные приоритетные направления, которые поддержат государство. Их много, но в приоритете сейчас это искусственный интеллект, цифровые технологии, причем в рамках цифровых технологий можно и с искусственным интеллектом заходить. Станко строение, это вот все станки, их аж два раза в год объявляет этот конкурс. Электроника любая, в том числе БПЛА, и есть гранты, я что же про них скажу, Центр поддержки инженерного инновациям. Там по всем приоритетным направлениям развития науки и техники. Что касательно самих грантов. Компания, если она стартап, у нас в России гранты выдают только, грубо говоря, я не говорю там про фундаментальные исследования, там про какие-то госкорпорации, в госкорпорации, в госкорпорации вообще невозможно залезть, они там сватбрат, я не знаю по какому принципу они там отбирают, но мы сколько ни пробовали, ни один проект не выигрывал, мы плюнули на это дело. Это самый мощный, это фонд содействия инновациям, на втором месте, это Центр поддержки инженерного инновациям, на третьем месте, это фонд Сколково, и на четвертом месте, это Российский фонд развития информационных технологий, но там, правда, сейчас для только ОЗП проектов, особо значимых проектов. Если без стартап, то у вас есть путь начать с 3 до 5 миллионов, есть конкурсы старт взлет, это на 3 миллиона, есть старт один, старт один искусственный интеллект, старт один станкостроение, старт один цифровые технологии, там от 4 до 5 миллионов рублей. Чем уникальны эти конкурсы, то, что вы можете поддаваться командой физлиц на них, и как вы выигрываете, уже создавать компанию, у вас есть месяц, чтобы это сделать, и когда вы успешно привлечете грант, все деньги, причем вы можете тратить на зарпную плату, начисление на зарпную плату, но максимальный уровень зарплаты, на который вы можете тратить, вместе с НДФЛ, там почти во всех конкурсах 120 тысяч рублей, по искусственному интеллекту, если я не ошибаюсь, они меняют его постоянно, 240 тысяч рублей, и после того, как вы успешно отчитаетесь за этот грант, то у вас открывается возможность подаваться на старт два, просто так взять на старт два нельзя подаваться, там уже дают 8 миллионов, чтобы вы довели, вот на старт один у вас должна появиться MVP-версия вашего продукта, то есть он нацелен на то, чтобы вашу идею реализовать в MVP-версию, подтвердить ту научные компетенции, и ваш вклад в ваш проект, то что он реально рабочий, и вам на это дают бесплатных, даже без софинансирования, от 3 до 5 миллионов рублей, потом вы можете на 8 миллионов рублей идти, чтобы довести ваш продукт MVP до стадии коммерциализации, то есть вам останется только потом там купить оборудование и так далее, а потом, после того, как вы это сделаете, у вас открывается возможность, уже на шаге назад, а теперь самое интересное, ребят, даже если у вас нет идеи, с чем идти, есть ресурсы в интернете, есть некие сайты, на которых можно посмотреть инновации в Китае, в Америке, в Европе, эту идею упаковать, и получить деньги, и развиваться, но если вам отзывается, если это нравится, конечно, правильно, Дим, я говорю? Так, опять я без звука, да? Прием, прием, меня слышно? Так, меня опять без звука, да? Меня не хотят сегодня. Андрей, не слышно, не слышно, звук куда-то пропадает, если уображение включаешь, у тебя пропадает звук. Все, сейчас идет? Да, да, нормально. Сейчас да. Отлично, отлично. А, Дим, смотри, помнишь, ты рассказывал, вот человек идет, да, хочет взять грант, а идеи нет какой-то, и есть масса ресурсов в интернете, китайские сайты с патентами, американские, можно оттуда взять, упаковать, получить деньги и развиваться, главное, чтобы вам это нравилось, в этом направлении двигаться. Вот у тебя, Миша, есть, да, твоя идея по реабилитационным? Тоже надо посмотреть, какая инновация, что в мире происходит, что китайские товарищи творят, да, в какую сторону? Дима, возможно? Китайские товарищи, я вам скажу таких центров на каждом углу, и там может каждый прийти, показать свою болячку, и мы ее вылечим. То есть, ну, инновация, инновация, да, это здоровье нации, если проще говорить. Там ничего не надо, просто кабинет, два специалиста, подготовка, их 6 месяцев идет, из ЭПМ 1100, все, они под током, могут получить. И потом ты не получишь грант. Дима, а вот можешь сказать, закрутить, да, вот Мишину идею, как получить грант на открытие центра реабилитационного? Ну, во-первых, надо начать с проблемы. Почему? Какие проблемы будет решать этот проект? Допустим, сейчас традиционная медицина, которая есть, она не справляется, во-первых, с потоком людей, во-вторых, удаленные регионы, где нет высококвалифицированных специалистов. И очень много, да, идет, например, СССР, люди там с уникальными ранениями, там, болячками, которые там в опасных условиях они заработали. И, соответственно, решая эти проблемы традиционной медицины, сталкиваются к тому, что, когда, говорится, одно лечишь, второе калечишь. И вот на этом нужно завязать эту научную новизну. Ну, это вот мне первое, что в голову сейчас пришло. Естественно, эту тему нужно развивать. Благодарю. Еще такой вопрос. Получается, у нас, например, еще есть вопросы, которые решаются у детей инвалидов. Там, ДЦП, аутизм, он приходит, и буквально за месяц у него возвращается речь, у него проходят суброги. Вот к этому, я думаю, тоже можно привязать. Я изучал эту тему грантов и сейчас как раз освежал по поводу резидента Сколково. Мне уже не раз как бы мне предлагали уже сделать открытый семинар в Сколково на то, чтобы провести тренинги, показать, как это работает, то есть просто пригласить моделей безоплатно и специалистов своих подвести, чтобы показать, что простые решения есть на сложные заболевания. Это огромные бюджеты государства, которые тратятся на социальную среду и можно сделать очень большую пользу, сэкономить бюджет и помочь людям. Но эту тему надо развивать. Я сейчас не готов, чтобы погрузиться в эту тему, нужно, во-первых, провести некий скаутинг, патентный скаутинг, маркетинговый скаутинг. Кстати, я являюсь каутингу, и это там не делается 2-3 часа, это нужно 2 дня, 3 дня жестко, плотно посидеть на эту тему, потом понять актуальность, все это вместе совместить, понять вообще проблематику копнуть. Я еще сейчас не услышал самого основного, за счет чего это какие-то определенные лекарства, либо это технология медицины, которая дается. Если технология, то за счет чего? Не как же магия, если это какая-то магия для операторства, даже если это есть, фонд ни один не поддержит. Там такие все люди, которые в это не поверят. Тут нужно привязать какой-то технологии, к какому-то устройству может, нейрохирургии и так далее и тому подобное. Поэтому это тема отдельного разговора. Михаил, мы можем потом отдельно с вами пообщаться, если будет интересно, и развить эту тему. Что касательно дальше про гранты. Следующий грант по величине, начинаем снизу, это бизнес-старт. Его дают, его раньше давали только тем, кто закончит старт-2, но сейчас его выдают с этого года всем компаниям. Там есть только требование такое, то, что выручка у компании в сумме за последние три года, то есть, за три года точнее, в сумме не должна превышать 100 миллионов рублей. Если такое есть, то они могут подаваться на этот грант, дают 12 миллионов на организацию расширения либо модернизацию производства. То есть, грубо говоря, все 12 миллионов можно потратить на оборудование, на производственное и организовать у себя выпуск этой наукоемкой продукции. тоже очень крутой грант. И чем он еще крут, то, что нет отчета неокр. Если вот старт 1, старт 2, там отчет неокр, и финн отчет, мы, кстати, за отчеты неокр мы не беремся, это только на самом заказчике лежит, это компетенция и ответственность. Но мы всегда консультируем, как лучше там сдать его, на что обратить внимание. Следующий это коммерциализация. Тоже дают то же самое все условия, но 30 миллионов и для компании с любой выручкой. И тут еще важно, чтобы понимать, для ИП вот очень много ИП к нам обращаются. Для ИП наверное есть какие-то гранты, но мы ими не занимаемся. Этот фонд не про это. Во-вторых, что важно, компания должна быть в реестре Федеральной налоговой службы зарегистрирована либо как микрокомпания, либо как малая компания. Это тоже очень важно. Причем если у компании она состоит в реестре IT-компании Минцифры, то это огромный в реестре отечественного российского программного обеспечения. Это тоже огромный плюс. Если мы говорим про что-то осязаемое, какую-то технологию, то если у ней в реестре Минпромторга стоит радиоэлектронное оборудование, это тоже жирный плюс. То есть примерно 10% от выигрыша гранта уже идет к этому. Следующее это развитие. Есть разные развития. Есть цифровые технологии. Я сейчас говорю актуальные, которые развиваются. Раньше по всем направлениям были, например, под медицину, под биотехнологии, хотя где-то рядом, под какие-то новые материалы уже не объявляют эти гранты. Это только центр поддержки инженерга и инноваций. Сейчас мы спустимся к этому. Я расскажу подробнее немного. Тут именно под цифровые технологии либо искусственный интеллект. Тоже дают на неокр от 20 до 30 миллионов. ваш продукт, причем даже если он у вас уже сделан, то всегда модульность этого продукта. Всегда можно доработать какой-то новый модуль и взять на это деньги. ЦПИ есть программы внедрение внедрения искусственный интеллект. Там без софинансирования дают 50 миллионов. Смысл такой, что у вас есть заказчик, который на этапе подачи заявки пишет вам письмо, что он готов внедрить X20 суммы гранта, то есть минимум на 100 миллионов рублей, и вам дают 50 миллионов рублей. Но тут не должно быть дублирования затрат. То есть допустим за средства гранта вы дорабатываете это, а за средства заказчика вы это внедряете. Внедрение это очень огромная работа. Это инженерные сети провести, закупить оборудование, если искусственный интеллект, камеры машинного зрения, серваки какие-то и так далее. Обучить сотрудников. Мы это все знаем, умеем, и если вы к нам обратитесь, то мы обязательно поможем. И почему важно работать с нами. Вот вы потратите допустим на подготовку месяц. Я не знаю ни одну компанию, которая бы с первого раза выигрывала. Есть такие обращаются иногда к нам, и то они к нам обращаются, потому что они знают стоимость этого, и они понимают, что за то время, пока они будут писать заявку всеми своими научными сотрудниками, 5-7 человек, они больше заработают за это время. Это, кстати, тоже очень важно, вы должны это учесть, то, что пока вы будете упарываться в эту заявку, ее минимум месяц надо писать. И вот еще, что важно, когда объявляют гранты, они их обычно раньше на сайте в планах публиковали, но самые вкусные гранты, бизнес старт, коммерциализацию, они сразу объявляют, и есть всего месяц на подачу. У нас есть опыт и за неделю писать, но этот опыт написать за неделю есть только у меня в России, больше никто так ее не пишет. И вот чтобы реально написать заявку, то есть мы не будем говорить, как наши конкуренты на рынке, которые обманывают, что у них шанс победы 90%, 95% это все фуфло. Не может такого быть априори, хотя бы лишь только потому, что всегда есть субъективное мнение экспертов, которые оценивают эту заявку. Это раз, а есть еще пул заявок, которые уже выиграли, и фонд не будет поддерживать какие-то заявки, которые не нужны. Вот столько компаний для России не нужно, чтобы они на рынке существовали. Офигенная заявка, чтобы у ней был шанс победы до 75%, нужно писать 3-4 месяца, потому что написать заявку отлично, это месяц, а ее вылезать и привести в порядок, и погрузиться еще больше, вот это все доработать, это в 3-4 раза, в 5 даже больше, чем написать саму заявку, и это правда. Поэтому мы вот всех всегда призываем, мы знаем, какие конкурсы объявятся, не спрашивайте у меня, откуда я это знаю, я на этот фонд очень, на разные фонды очень много лет проработал, я все это знаю, и поэтому мы всегда говорим, нужно заранее писать эту заявку, и работать с нами тоже заранее. Дальше еще у фонда есть гранты, тоже до 50 миллионов рублей, связанные с электроникой, там всего 15-процентное софинансирование, что такое, я уже говорил, что такое софинансирование, вам не надо вкладывать эти деньги вначале, вы их просто показываете, а потом тратите, например, зарплата и начисление на зарплата ваших сотрудников, то есть ваши операционные расходы, на которые вы и так тратите деньги, то есть на вас это не накладывает никаких дополнительных финансовых обязательств, вы просто отчитываетесь тем, что у вас так есть с компанией, и вот этим и вкусные вот эти гранты, и понятие софинансирования. Следующий конкурс, это Центр поддержки инженерга инновациям, я входил в рабочую группу по написанию конкурсной документации, а это дочка инопрактики, ЦПИ, а инопрактика в попечительный совет входит Екатерина Владимировна Тихонова, я не буду говорить, кто это, погуглите, поймете, какие компетенции у этого фонда, и выделяются огромные суммы из бюджета за подписью Мишустина, и чем он хорош, то, что у людей там настолько бюрократическим языком написано, там одна смета на 70 страниц, вот вы ее читаете, и вот кто к нам приходил, говорит, мы не будем даже в это вникать, а у нас есть наша ноу-хау, мы, во-первых, работаем по чек-листу всегда, и у нас эта смета в Excel сделана на одну страничку, она полностью понятна, все автоматически считается, да, ее там, чтобы составить, там очень много статей расходов, обычно месяц на это уходит с заказчиком, потому что, ну, есть свои определенные технические моменты, и вот этот CPI, грант, он очень сложно описан бюрократическим языком, там много-много-много страниц, и в подтверждение этому, да, то, что компании, ну, не то, что не хотят туда подаваться, они боятся туда подаваться, то, что грант этот объявили в 2023 году, в начале, сбор заявок должен был завершиться в середине 2023 года, его продлили один раз, второй, третий, его, короче, восемь раз уже продляли, потому что не добирают эти компании, и последний раз его продлили до 3 февраля 2025 года, и это, кстати, огромная возможность успеть запрыгнуть в этот грант, и чем он еще уникален, если, например, фонд Сколково, который мы сейчас тоже чуть пониже опустим, если я расскажу, фонд содействия инновациям, они собирают заявки, дедлайн, крайний срок подачи заявки, они их начинают оценивать, то CPI идет оценка заявок по факту их поступления в этот фонд, и распределяют деньги тоже по факту, и вот это, он уникальный, почему постоянно продлят, и, видимо, потом опять продлят, потому что каждый год выделяются новые средства на этот фонд, они их не успевают осваивать, вот такая вот уникальная особенность у этого фонда, и еще даже больше, сам фонд, он заинтересован в том, чтобы хорошие проекты проходили, потому что у них есть CPI перед правительством, чтобы поддержать эти проекты, и его основные условия у этого фонда, то, что, во-первых, выручка у компании должна быть не менее 300 миллионов, либо за предыдущий календарный год, если мы говорим об этом гранте, и вы хотите сейчас в него запрыгнуть, то, возможно, выручку показать за 2024 год, но вы должны тогда в январе уже подать в налоговую результаты вашей финансовой деятельности, и получить от них с отметкой налоговой бухгалтерский баланс, потому что это обязательное условие, если будет без отметки налоговой, это по формальному признаку, то, что вы там будете 2-3 месяца упарываться, оформляя эту заявку, причем это в конкурсной документации не написано, и компании, они могут совершить эту ошибку, и я сейчас ниже, когда пролистаю, они совершают очень часто эти ошибки, я вот к этой статистике вернусь, и второе условие, это то, что вам дают до 250 миллионов, но вашу выручку делят на 4, то есть, чтобы вам получить максимальную сумму гранта 250 миллионов, у вас выручка должна быть минимум миллиард, и следующее условие, допустим, у вас 400 миллионов, чтобы арифметику проще посчитать, вы можете привлечь 100 миллионов гранта, и тогда вам на этапе подачи заявки один заказчик из числа крупной когда у всех дочерних предприятий в сумме выручка должна быть за предыдущий комендарный год, либо средняя за последние три года не менее 40 миллиардов рублей, и у заказчика тоже, в том числе, вот это такое условие, оно тоже очень многих отсекает от участия, но если у вас там есть, да, там, Газпромнефт, РТД и так далее, и тому подобное, тут с этим проблем вообще не будет, им даже не надо объяснять, что это за грант, и так далее, они про него знают, потому что они уже входят в координационный совет, я не буду вдаваться в технические подробности, там все остальное решаемое, и он должен у вас подписать письмо, то что он у вас купит этой продукции в течение шести лет на сумму x5 сумме гранта, то есть 100 миллионов привлекли, на 500 миллионов он вам подписывает письмо, причем вы можете продать потом хоть на миллион, а этой продукции любым другим заказчикам это тоже пойдет за счет, допустим, вы не продаете эту продукцию там наполовину, то есть на 250 продали, на 250 нет, вам нужно будет по течение шести лет вернуть пропорциональной сумме гранта вот эту вот сумму, то есть 50 миллионов вам нужно будет вернуть, но в чем уникальность, эту сумму вы возвращаете без штрафов, пени, каких-то налогов, то есть абсолютно бесплатные кредиты вам дали на развитие, и у нас один клиент, так кстати, запрыгнул во втором потоке, он понимал то, что он не продаст, у него вот уже два года прошло, он говорит, мне нужны срочно эти деньги, но не суть, это вот основные условия по ЦПИ, там есть еще, там много различных, так же как и в других конкурсах, но они все технически решаемые, есть у Сколково, тоже два очень вкусных гранта, это внедрение искусственного интеллекта, где подает сначала заказчик, а разработчик, вот кем вы можете стать, он идет вторым партнером, и он может там на 50 миллионов, если заказчик на 100 подается, на 50 миллионов примерно рассчитывать, там очень много условий, тоже не буду вдаваться в технические подробности, при потом, да, если вы надумаете, мы вам все подробно расскажем, есть еще у Сколково, и они сейчас его объявили заново, это для особо значимых проектов, особо значимые проекты, это связанные с цифровыми технологиями искусственного интеллекта, они есть центры, индустриальные центры компетенции, туда входят крупные госкорпорации, там, и так далее, компании, которые оценивают эти проекты, сбор заявок идет в сентябре, он уже прошел, буквально две недели, нигде информации нет, нужно мониторить всегда этот вопрос, но мы это уже знаем, честно, я не знаю, по какому принципу туда входит в компанию, вот сколько мы не пытались наших клиентов туда завести, не получилось, да, к нам приходили уже клиенты с этим статусом, но самим не получится, там, видимо, на уровне сватбрат, в общем, если у вас есть понимание, да, что такое ОЗП, и вы тем более им являетесь, вот можно идти всегда на Сколково, либо РФРИД, РФРИД сейчас открыт тоже только для ОЗП проектов, следующее, это, ну, про субсидии я вам рассказал, льготные займы, я вам тоже до этого уже рассказывал, я думаю, нет смысла повторяться в этом, главное льготные займы, это обеспечить банковской гарантией, вот это, кстати, есть у некоторых банков такая опция, это точно у Альфа-банка есть, вы, например, обеспечиваете суммой, вы кладете эту сумму в банк, в качестве обеспечения, под, там, 12 или 11 процентов, а вам банковскую гарантию дают под 5 процентов, да, несложная арифметика, то есть, помимо того, что вы получаете льготный кредит, вы еще зарабатываете от этого вложения, вот, такое есть, но это очень нужно много денег, иметь, как бы, своих личных запасов денег, так, дальше, а, вот, кстати, фотки, ну, это повторение то, это на каком-то совещании сижу, тут важные люди, вот это вот Алисия Никитина, она директор образовательного центра, российского экспортного центра, да, российский экспортный центр, это самая мощная инфраструктура в России, которая помогает российским компаниям выходить на рынки, они там создают торговые дома, это все тоже под подписью Путина было создано, и первый руководитель российского экспортного центра был Фродков, это, да, да, это не тот самый Фродков, это его сын был, я, кстати, являюсь федеральным бизнес-тренером по двум направлениям, от российского экспортного центра, это по экспорту, ну, так как я и бывший таможенник, я в этом во всем хорошо разбираюсь, и по онлайн-торговле, так, дальше, вот, вот это вот интересно, вообще, вот, начну снизу, видите, о чем я вам говорил, почему компании лучше обращаться к таким профессионалам, как мы, чтобы не тратить свое время, подвиняя итоги конкурса коммерциализации, было поданы 542 заявки, 154 заявки были не допущены до конкурса по формальным признакам, то есть, ну, вот компания там упарывалась, месяц или два писала эту заявку, а ее просто не допустили, потому что она где-то совершила ошибку, а совершает ошибки, как я говорил, уже все, вот все остальные, которые были допущены, они уже не раз там обожглись в этом, вот, и поэтому они там дошли до стадии, вот этот вот конкурс коммерциализации 19, видите, один, вот это два наших клиента, мы их подавали, всего было подано, сейчас вспомню, это было в том году, в начале года, сбор заявок, всего было подано около 700 заявок, выиграло 76 заявок, из этих 76 заявок, две заявки выиграли наши, причем, чтобы вы понимали, вот, вот эту вела, сурский комбинат технических сукон, готовила моя жена, где она вот на 26 миллионов, бывшая жена, вот эту полностью вел я, но научную новизну, грубо говоря, вот по сукнам, мы выдумывали с ней, по вот этому, я выдумывал, я к ним приезжал, я уже рассказывал на том, в нашей встрече, суть такая, то, что Forus Prom, это московская компания, занимается производством сотовых, алюминиевых наполнителей, вот казалось бы, что там может быть инновационного, ну, внутри сота, сверху панель, снизу панель, там, на клеевую основу, и так далее, я тоже это понимал, хотя, у меня один проект, уже до этого выигрывал, похоже, если у этих достройки, для стройки, то у меня выигрывал центр аграционных технологий и интерьера, у них для разных самолетов, ну, в общем, для интерьера есть, потому что все, как я уж потом узнал, вот в самолетах раньше, и так далее, вот эти все стеночки, перегородочки, они внутри, либо были из дерева сделаны, и сверху облицовка шла, либо из картона, и, соответственно, это там вес, прочность и так далее, сейчас это делают все из алюминия, в России, реально производят вот эти сотово-алюминиевые наполнители, порядка там, семи компаний, да, крупные корпорации их тоже производят, и много, но они для своих нужд, а так все поставляют из Китая, есть такая компания, там топовая у них, Хани Комп называется, и они, когда обратились, там, что за одну я не хотел браться, что за вторую, в результате мы там с женой пообщались, она такая, давай за них возьмемся, там рынок провентилировали, начну сначала с СКТС, это сурский комбинат технических сукон, у них не то, что вот технические сукны, что это, у них 60 наименований продукции, там, для мешков цементных, ну, вот, казалось бы, где научная новизна, ее там нету, а мы начали, они тоже нам заплатили очень хорошую предоплату, чтобы мы за это взялись, ну, потому что они пришли, вот эти две компании, по сарафанному радио пришли, когда приходят по сарафанному радио, там вопрос с компетенцией, их и так далее, полностью отпадает, и компания готова больше платить, ну, вот, чтобы мы только за нее взялись, и мы начали изучать жену это, оказывается, там, мы 3-4 дня изучали, то, что я к ним ездил туда, в Пензу лично, когда мы уже до этого докопались, чтобы, ну, более подробно с ними обсудить, там, с главным технологом, его там где-то выцепили, дед какой-то там, он ему, ну, вообще он уже очень старый, короче, был, и оказалось то, что до СВО единственным поставщиком в России, так называемой AirTex ткани, была датская компания, AirTex это такая белая ткань, желоба такие, круглые, и где есть заводы, модули там, или производство каких-то зерен, там, и так далее, обработка зерен, между модулями, вот, по этим желобам идет вот эта вот мелкая продукция, сырье, и в России больше никто, этого не производит, они этого производят, оказывается, тоже, но, называлась она по-другому, они сейчас AirTex тоже уже называют, мы такие, хорошо, ну, в чем там может быть научно, не знаю, там в способе вязания, оказывается, там уникальный какой-то способ вязания, там, ну, не буду вдаваться в технические процессы, там, есть, сначала его там чесальные аппараты, потом на бобины наматывают, и там уже навязальные эти аппараты проходят, там, определенный способ перекрестный, в общем, ну, реально, когда я в технологическую карту производства вник, там все стало понятнее, где там научная новизна, и второе, что у них ткань, это ЦКТ, это цельнокаркасная ткань, она нужна для того, то, что есть горнодобывающая промышленность, а ее очень много у нас в России, и вот эти конвейеры, где, куда вся эта горная порода сыплется, и они, да, там идут на разные модули, вот сверху вот эта ткань как раз, и вся ткань абсолютно всех российских производителей, она, срок службы у нее составляет месяц примерно, а чтобы заменить эту ткань, нельзя взять и остановить одну конвейерную ленту, останавливается полностью весь завод, потому что это все связующие звенья одного, как бы одной главной цепи, и компания, помимо того, что теряет там дополнительную выручку, и так далее, и тому подобное, то эту ткань, они говорят, она у нас три месяца, я такой, за счет чего, и оказалось то, что у них там пропиточная машина есть, но не в самой пропиточной машине, а старый, старый вот этот технолог, который мы нашли, там когда-то там в 70-х, в 50-х годах изобрели специальный состав, они говорят, ну да, мы покупали, мы даже не знали, то что вот там что-то наукоемкое, мы под этот состав тоже закрутили патент, у нас есть патент-овед офигенный, он не то, что написал книгу, у него в одной из книг, есть статья, раздел, как запатентовать, 101 способ, как запатентовать ГОСТ, он же тоже старенький достаточно, и он просто, он такие, там, такую научную новизну выдумывает, причем, вот у нас некоторые клиенты говорят, мы не хотим раскрывать свою научную новизну, потому что украдут, а он делает, заворачивает так, что без раскрытия их ноу-хау, создает вот эти патенты, потому что патенты, они очень важны, мы хотя и один, и второй проект выиграли без патентов, там закрыли это задним числом, не буду, да, наши секреты рассказывать, станете клиентами, все расскажем, но на этапе подачи заявки, у нас уже было уведомление от Роспатента, то что у нас приняли эту заявку на патент, это тоже играет существенное значение для выигрыша заявки, этим мы привлекли 26 миллионов рублей, вот 23 октября прошлого года у них с фондом был заключен договор, а этим мы привлекли 29 миллионов рублей, они меня тоже по сарафанному радио нашли, вызывают, а время, вот какой проект я написал за неделю ровно, время пятницы, через следующую неделю, в понедельник уже подавать проект, крайний сбор заявок, мы туда к ним приезжаем, и начинаем обсуждать там, ну что-то разговор не клеится, я говорю, давайте за коньяком вашего отправляйте гонца, он сходил за коньяком, там кто-то напился, даже не дошел до научной новизны, и мы начали обсуждать научную новизну, в чем она может заключаться, естественно, компании, ну, как и 90%, они не могут связать, то, что есть у них реальность, тем, что нужно показать фонду, и как все это запаковать, и тут, естественно, подключаются мои компетенции, и я всегда начинаю с проблемы, говорю, какие есть вообще проблемы, они такие, да фиг знает, в общем, пообщались, пообщались, оказывается, есть проблема у этих сотовых, алюминиевых наполнителей, у них, тем более, для стройки, а когда зима, и идет, дороги посыпают, вот этими реагентами, то у них испарение, там, соль вылетает, там, вода, и так далее, и они попадают в торцы этих панелей, все в мире заделывают торцы, либо там деревянным профилем, либо металлическим, либо там еще как-то его скрывают, и если реальный срок службы у этих панелей, там, 20 лет должен быть, то обычно он в среднем 5 лет, а чтобы поменять, например, одну панель на фасаде, там нельзя взять ее, вынуть и так далее, хоть это как и лего собирается, там нужно разобрать полфасада, а это, ну, тоже дорого, долго, внешний вид портится, а у них клиенты, там, банки топовые, и так далее, и тому подобное, то есть, ну, для некоторых это недопустимо, я говорю, вот проблема, как ее будем решать, они такие, да фиг знает, я звоню своему другу химику, он приезжает, говорит, ну, придумаем сейчас состав, мы, в общем, придумали специальный состав, который заделывается эти торцы панелей, он уникален тем, то, что агрессивный сред, не действует на него агрессивный сред, его можно использовать, там, в любых климатических зонах, и условиях, там, эксплуатации, и мы написали, там, научную новизну, на этом фоне, и тоже, вот, привлекли 29 миллионов рублей, в эту компанию, два проекта по всей России выиграли наши, то есть, какой уровень у нас подготовки заявки, именно в плане написания научной новизны, и к чему это приводит, и сейчас еще расскажу про одно, вот, как раз в начале, что, что хотел рассказать, помните, месяца три назад, американцы даже офигели, по всем новостям это было, возле Кубы всплыл наша подводная лодка, они там еще, наши моряки фоткались с кубинцами, там, такой же шумиху это подняли, а я это связал, у нас, я правда работал там на государство, это не мой был проект, но мы ему помогали разобраться в этих грантах, и так далее, там, старый дедушка, мне еще показалась какая-то фантастическая история, но я так понимаю, это вот как раз его технология, и он нам рассказывал, то, что у него есть технология, есть молекула воды, она круглая, а он ее как-то там, короче, поворачивает на 180 градусов, чем-то обрабатывает, и она становится продолговатой, и если вот этот состав ее внедрить, там, в определенные еще там много разных химических реагентов, то и смазать какую-то деталь, то она не создает вибрационного эха в воде, и я понимаю, что это значит, а все, когда обнаруживают в воде, идет вибрация, поднимаются там волны, и стоят датчики везде по морю, что у нас, что у американцев, и они по GPS, они передают на ситуационные центры, то, что там что-то происходит, какое-то движение, они смазали, видимо, подводную лодку, вот этим веществом, и она не издавала эха, поэтому они доплыли до Кубы, пофоткались там, и, видимо, уплыли назад, показав тем самым американцам, то, что, ребят, как бы, ну, наши подводные лодки, все знают, там, если залп дать, например, там, на побережье, той же Франции, то Францию там, половину сдует волной, и вот там, ну, кипиш мы именно вели с этим. Дальше. Да, вот всегда, ну, как бы, ни один конкурент вам вот этого не покажет наш, потому что ему нечего показать, ну, он может там показать 2-3 проекта максимум, я, потому что у меня было, мне было скучно там одно время, я года три устраивался ко всем конкурентам, и понимал, какие у них есть бизнес-процессы, что у них есть. Вот последний конкурент, я не буду называть их это, ну, чтобы не обидеть, может, они это видео потом будут просматривать, я последний раз, когда пришел, они говорят, ну, Дмитрий, выручайте, у нас тут вообще какая-то жесть происходит, у нас проекты вообще не выигрывают, я зашел, начал колупаться в их проектах, у них 20 проектов было подано на подачу, там, типа, деревянные ложки, металлообработка, я такой, блин, фейспалм такой словил, типа, ну, а нафига вы это, а вот у нас девочка была, она говорит, типа, классные проекты, там, ну, и уволилась там под каким-то предломом, я-то понимаю, что она уволилась, ни один из этих проектов даже на защиту позвал, из 20, ни один, у нас на защиту зовут 95% проектов примерно, а если вас фонд позвал на защиту, значит, он хочет вас поддержать, то есть, не хочет, он не против вас поддержать, но у него есть определенные вопросы к вам, там, к технологии, он хочет с вами пообщаться, и, кстати, помимо того, что мы упаковываем компании на гранты, мы еще составляем офигенную презентацию, например, составить офигенную презентацию, вот последнюю я делал, там и грант на 50 миллионов был, и проект офигенный, 30 часов я ее лично делал, 30 часов одну презентацию делал, и то я, когда вот ее потом уже посмотрел, я думаю, блин, ее надо доделывать еще, но это мой склад ума, и то, что я перфекционист во всем, и мы вместе, мы пишем скрипт выступления компании, потому что, как я уже говорил, через меня, я лично присутствовал, например, на 20 тысячах защиты вот этих проектов в фондах, и я знаю, что они хотят услышать, а у компании есть ровно 5 минут, и, чтобы защитить свой проект, а потом ее прерывают резко, и 15 минут задают какие-то вопросы, мы пишем, помимо этого, вопросы, которые могут задать, потому что я тоже знаю, они там по кругу крутятся, и еще помимо вопросов, мы уже пишем некоторые ответы, причем вопросы, ответы мы пишем только касательно самого бизнес-плана, то есть там, ну, мы уже когда потом просматриваем, то есть мы подготовили бизнес-план, подали, я лично после этого еще раз сажусь уже на свежую голову, и начинаю просматривать это, и понимаю там, вот тут косяк какой-то небольшой, вот тут вот, я понимаю то, что эксперты это будут спрашивать, мы эти вопросы пишем, отвечаем на них, как это грамотно обосновать, и когда ваш проект выигрывает, а вот этого вообще никто не делает, нужно заключить с фондом договор, мы помогаем заключить договор, полностью все формы заполняем, и так далее, и тому подобное, и когда вы уже привлекли грант, если не хотите брать нашего эксперта в команду, чтобы он отчитывался, мы бесплатно все равно консультируем компании, чтобы они отчитались, у нас есть проекты, которые там, два компании, точнее, которые два-три раза уже бы игрывали грант, по разным проектам, вот эта часть реализованных проектов, понятно, почему, да, я скрыл название, там, номер договора, заявку удалил, потому что это, ну, это не надо никому знать, но вы видите, вот, если желтенько, это, значит, компания в стадии оценки, ну, вот суммы там, 20, 29, 29, 200, 29, 900, 14, 300, 15, еще одна, 15, там, 500, 20, 2, 400, 19, 20, тут, это примерно 5% от наших заявок, потому что, у меня с кем-то подписан НДА, я даже не могу вот этого показать, с кем-то, кто-то, компания, когда они выиграли грант, то они закрывают доступ, меняют пароль и так далее, не хотят, ну, чтобы вообще это было, ну, я их тоже понимаю, потому что, у нас над заявкой работает, как правило, там, 2-3 эксперта, и все знают доступ, вот, да, откуда им доверять этим экспертам, и кто-то, там, у меня на ноутбуке еще половина есть, я просто оттуда не стал брать тоже эту информацию, и на самом деле этого достаточно, чтобы подтвердить компетенции, потому что слишком, у меня это в коммерческом предложении вставлено, ну, тоже большой объем информации, он ни к чему, следующее, есть такая сеть LinkedIn, ну, вы ее знаете, да, международная сеть профессионалов, у меня там 1800 контактов сейчас, именно вот, кого я лично знаю, вот это некоторые отзывы, причем я людей, ну, не заставлял ничего, они просто вот брали и писали обо мне какие-то теплые слова, вот я даже выделил желтым, мне больше всего вот это понравилось, типа, Супермен, только номер 2 после Дмитрия, то есть, я настолько быстрый, то, что Супермен только номер 2, вот да, вот хотел, как бы, ну, под шумок, я в тот раз этого не смог сделать, все рекламируют свои проекты, мы тоже вкладываемся с Андреем в некие проекты, но, я честно, я не люблю там, не входить в очередь деятелей, не еще что-то, потому что некое за этим следить, а не дай бог там какой-то кипиш произойдет, то, да, в том числе и уголовную ответственность, будет нести и учредители, в том числе, есть проект, вот я в него вложил 2 миллиона рублей, он мне очень понравился, я этот рынок найма персонала знаю хорошо, знаю конкурентов, но это очень уникальный проект, почему он мне близок, когда у меня был огромный департамент, там до 76 человек, я их там собирал всех в кучу, я не мог на пальцах им объяснить то, почему вот он работает хорошо, они не воспринимали это, а он работает плохо, и то, что вот раз он работает плохо, я часть того человека отдам тому, человеку, он будет зарабатывать больше, то, что он будет зарабатывать больше, я вообще этого не мог сказать, то есть там, ну, еще раз говорю, я человек с улицы, был вот определенное время, это потом, когда я уже вырос, мы с Любомиром создали новый этот, то да, я позволял себе там много, и у меня люди убегали в лес, там плакали, я их потом успокаивал, я очень такой, но иногда срывался на людей, потому что очень нервная работа была, а тут есть приложение, оно связано с геймификацией, причем научную новизну полностью написал я для этого проекта, а смысл такой, да, вот вы, я просто очень много играл в компьютерные игры, там, World of Warcraft, ArcheAge, там, в мой RPG именно, и там в World of Warcraft, мне нравились ачивки, то, что есть, я только ради них, грубо говоря, играл, и тут тоже у людей есть, во-первых, ачивки, за каждую ачивку он там будет получать, а самое главное, он смотрит в приложении, то, что один человек, например, не справляется с какими-то задачами, эти задачи все высвечиваются у него, и он может прямо в приложении взять на себя, то есть, линейный и функциональный состав компании, персонала, он сам себя контролирует, вот в чем фишка, не надо топовых менеджеров, которые бы контролировали их там, или директора, у них идет самоконтроль идет, и он смотрит такой, так, я сейчас у этого возьму задачи, это там прям по задачам видно, сколько это стоит, и ему ровно на эту сумму будет больше капать в месяц, если он будет работать в таком темпе, там, месяц, у него уже идет зарплата не x1, как у всех, а 1,1, то есть, идет индексация каждый раз, если он работает, ну, больничный, и отпуска, это как бы не считается, да, для снижения, вот он работает год, например, у него же там индекс, там, грубо говоря, x2, если только он слился на неделю, там, даже не на неделю, а там на несколько дней, все, что он работал, у него в ноль слетает, и поэтому люди будут за это очень сильно держаться, а если он два года в таком темпе работает, он может вырасти и до топ-менеджера, и до руководителя какого-то подразделения, вообще с нуля, то есть человек, который не, ну, вот с улицы, грубо говоря, пришел, как я, поэтому мне эта тема настолько стала близка, я просто, я за нее вцепился, вложил свои деньги, и вот мы сейчас подали, ну, у нас там еще есть очень крутой инвестор, он 20 миллионов вложил, да, почему так дорого, потому что там очень сильный искусственный интеллект, а как вы знаете, вот особенно айтишники, то, что хороший там сеньор девелоп, он стоит, ну, там, от 500 тысяч рублей в месяц его зарплата, мы платим у нас двое в команде, мы одному 400, правда, платим, на второму 700, и там фонд оплаты труда, он огромный, мы не можем их отпустить, потому что эти эксперты, они на расхват будут, они сразу же, либо на себя начнут работать, ну, вот мы их держим, короче, мы сейчас подали на старт, и мы его, ну, просто подали, там эти 5 миллионов дадут, они, в принципе, ну, ни о чем, но это бесплатные деньги, мы знаем, мы их выиграем 100%, и будем развивать дальше этот проект, вот, еще года два, и этот проект будет пользоваться все топовые корпорации, короче, ну, я надеюсь, мы на нем очень большие деньги заработаем, и, кстати, к чему я это говорю, на текущем этапе, можно еще войти, еще у вас есть примерно 2-3 месяца, потому что, как мы выиграем грант, мы уже все, закроем лавочку для всех инвесторов, можно войти в этот проект еще, там, ну, буквально, там, мы-то обсуждали с Михаилом, ну, от 3 миллионов рублей, если вы заносите, то тогда мы вас берем в учредителей этого проекта, либо там на агентские, на какие-то, в принципе, все, я сегодня даже пораньше уложился, за полтора часа, Дима, классно, благодарю, по-новому, каждый раз открываешься для меня, такие грани, вопрос есть в чате, давай пригласим, наверное, участницу, которая задала вопрос, Елена, включай микрофон, озвучь свой вопрос, Дима, у тебя комментарии, можешь пока пробежаться, Елена Шаменкова, или Шаменкова, Андрей, выключи, пожалуйста, изображение, не слышим тебя, Елена, Шаменкова, Шаменкова, пожалуйста, твой вопрос, так, пока Елена, да, я там расписала, но могу повторить, слух, вот смотрите, я занимаюсь телесными практиками, там как бы нет никакого, ну там, продукта и так далее, в плане физическом, да, то есть это практики, ну, как бы собирая мероприятия, и как это, как превентивная некая медицина, то есть тоже, ну, для здоровья, там, для счастья и так далее, людей, и у меня есть некая комьюнити, там разные телесные практики есть, некоторые, они еще-таки не очень признанные медициной, некоторые, есть специалисты, где уже, ну, такое, официальное есть подтверждение, что, да, это официальная какая-то медицинская штука, вот, то есть разная, и, соответственно, мне этим заниматься, эта ниша очень нравится, и хотелось бы тоже как-то поучаствовать в грантах и так далее, и вот я просто сейчас, пока тебя слушала, подумала, как бы это можно было обыграть, вот скажи, идея, ой, или на вы, извините, идея такая, идея такая, идея такая, идея такая, ну, например, если я хочу, скажем, какое-то приложение выпустить, где человек будет заходить, и там будет разговаривать или переписываться с искусственным интеллектом, там, ну, отвечать какие-то вопросики, ла-ла-ла-ла, а искусственный интеллект будет ему предлагать, типа, вот тебе там, дружище, нужно там вот такую-то методику со своими там данными, то есть в целом это, как идея нормальна, может ли она, ну, реализоваться? Идея вообще, на самом деле, хорошая, потому что ее сейчас развивает, правда, сильно с Бермети, и это, ну, вы понимаете, да, какой-то конкурент, но они чуть-чуть не в этой области двигаются, у них привязано больше к врачам, именно по лекарствам и врачей, не как лечить, а чем лечить, и идет сразу же поддержка первоначальная, да, это называется система поддержки принятия врачебных решений, и уже подключается соответствующий специалист, у меня есть другой проект, сейчас на ЦПИ мы его подаем, он тоже делает портал, но тоже связанный с лекарством, там тоже искусственный интеллект, он подсказывает, мы сейчас этот рынок, кстати, начинаем плотно изучать, конкурентов, там, не могу сказать, кто еще, не помню, но не так много в России, конкурентов, и вот то, что у вас именно связано с тем, что лечить, возможно, это и будет уникально, хотя, есть у нас два года назад выиграл клиент грант, у него тоже с искусственным интеллектом приложение только, там болячек касательно, то есть, фотографируется болячка какая-то, и искусственный интеллект обрабатывает, он подключен, ну, правда, он мне сказал то, что... звук, звук, звук пропал, Дима из камеры пропал, а, все, Дима. Да-да-да, я извиняюсь, насморк просто, я говорю, вот у меня насморк мучает больше 20 лет, то, что люди, вот он фоткает вот эту болячку, оно подключается, есть международная база данных по различным заболеваниям, у нас, к сожалению, в России такого нету, и вот сколько там говорили, да, профильные специалисты, то, что нужно создавать, но вот, ну, ладно, это я не знаю почему, видимо, на то есть причины, и она подсказывает пациенту, чем, ну, что у него там именно, его укусил кто-то, или у него какое-то раздражение началось, аллергия на что-то там, или там еще что-то, там язва какая-то образовывается, какая язва, да, вот как с медицинским, видимо, образованием, раз этим занимаетесь, вы понимаете, там их куча, там больше ста, может быть, причин возникновения вот этой язвы, но ваша, она может быть уникальная, но тут у вас в какой стадии этот проект, есть ли программное обеспечение, там, или вы только планируете, если планируете, то есть ли у вас предварительное техническое задание на разработку, какие люди у вас есть, сколько у вас человек, какое у них образование, есть ли у них опыт создавать искусственный интеллект, с чем они работают, да, там, скорее всего, это Пайтон, там, и Мускуэль, там, Джава, вот, да, три основных языка программирования, которым создается искусственный интеллект, вот, вот тут поясните немного. А, ну смотри, я пока слушала тебя, то я, в принципе, это придумала только что, так я вообще занимаюсь телесными практиками, у меня порталы, которые объединяют людей в этом направлении, ну, то есть, например, есть какой-то там человек, он занимается кинезиологией, он заходит в этот портал, есть кто-то, кто психологией занимается, и вот так по разным городам России, и это все, ну, как-то развивается. Просто поскольку это все на собственные средства, это все очень долго, и муторно, и печально развивается, вот, и я подумала, что было бы классно создать такую приложуху, она бы, ну, во-первых, жизнь людей реально улучшила, и это может быть как некая, вот, то, о чем ты говоришь, научная новизна, то есть, такого, как я понимаю, у нас еще нету, в России, во всяком случае, не знаю, за границей может есть. Ну, это проходной проект, в принципе, тут нужно его уже грамотно укомплектировать, что, собственно, и будет нашей задачей, а вот конкурс, это старт один, и его два раза в год запускают, недавно закрыли сбор заявок, в этом году уже точно не будет, но точно его объявят в февраль, апрель следующего года, это, ну, я практически на 100% уверен, потому что знаю. А скажи, пожалуйста, а что нужно для этого сделать, сколько нужно денег предварительно иметь, для того, чтобы, это все запустить, и попробовать выиграть? Тут, ну, деньги дадут государству, там, либо 4 миллиона, в следующем году, скорее всего, они до 5 миллионов поднимут, можно все потратить на зарплату, минимум должно быть два человека в команде, причем все они должны быть с профильным образованием, если директор без профильного, да, ну, вот он организовывает этот бизнес, тогда в любом случае у него команда должна быть там два человека, и он не может будет получать зарплату в рамках этого проекта, потому что у него нету компетенций, и он не может реализовать этот проект, а дают деньги только специалистам на развитие этого проекта, по поводу предоплаты и так далее, давайте, ну, мы с вами в личку пообщаемся, потому что все зависит от проекта, то есть, если мы сначала выработаем концепцию, и там, возможно, будет дешевле это стоить, либо мы вообще скажем, мы не возьмемся за это, потому что я рынок не знаю, я его не изучал, нужно поковыряться в этом. Хорошо. Контакты будут, да, здесь в презентажке? Спасибо. извини? Контакты, говорю, будут здесь в презентации. А, да, ну, ну, через Андрея, да, Андрей, через тебя же выходить, правильно? Контакты все Дима свои разместил в визитке. Елена, если не разместила свою визитку, тоже размести, пожалуйста, напиши свой. Я разместила. Значит, там вы найдете все Диму. Ну, если что, мне пишите, конечно. Еще вопросы? Спасибо. Коллеги, не бойтесь задать, знаете, вот как всегда. Да, друзья мои, есть вопрос. Привет, привет. Приветствую. Дмитрий очень мощно рассказал, но чувствуется, профессионал, благодарю тебя. Скажи, пожалуйста, вот я слушал, слушал, все проекты направлены на технологии, на какие-то, ну, на технологии, да, проекты, которые касаются человеческого фактора, да, развития самого человека, какие-то системы, улучшения качества жизни человека через его развитие. вот эти проекты могут обеспечиваться грантами? Если это связать через какую-то технологию, то да. Да, соответственно, конечно, есть методические материалы, есть системы, которые помогают быстро усилить качество там эмоционального состояния человека, навыки его управления своими какими-то эмоциями и развитие его профессиональных качеств, ну, гибких качеств, top skill качеств, вот такие проекты, они могут быть обеспечены грантами? Прямо на примере, вот только-только недавно выиграл проект, летом, похожий, тоже ко мне компания определилась, у них Neurons называется, я сейчас точно не могу сказать, как она называется, потому что там, если вы за ЧСБС пройдете, вы таких много найдете, но смысл такой, они тоже на меня вышли с психотипом человека, тоже там, а есть для этого, я говорю, если под технологию это завернуть, то да, то есть создаем программное обеспечение, они еще разработчики по искусственному интеллекту хорошие, я вот уже просто эту тему хорошо знаю, и у них для учащихся только, чтобы те не выгорали, чтобы у ученику правильно, вот, вот, ему не нравится, да, какой предмет там, а почему ему не нравится, это все определяется по его психотипу, всего семь психотипов человека есть, и, кстати, одна из топовых, их топовых конкурентов за рубежом, она определяет всего по четыре, по четырем типам психотипа, и это также можно потом тиражировать на другие сферы деятельности, например, вот сидит человек, да, военный, там, например, который над кнопкой, вот он там, вот чувствуется, у него там, ну, что-то, там, дома плохо, и так далее, вот он приходит, ему нельзя этим заниматься, там, или когда на Украине тогда, на Украине тогда этот, ну, напомните, атомная станция, как она, в Припяти, да, в Припяти же, когда херануло вот это все, там же тоже проблема произошла из-за того, что человек выгорел, и он, ну, у него мозги запутались, и он не тот процедуру сделал, поэтому до сих пор, там, мертвая зона, да, сталкеры и так далее, вот это все, и это очень важно по психотипу человека определять, там, выгорает он, не выгорает, особенно на опасных производствах, где от его ошибки зависит, там, сотни жизней, там, даже не то, что сотни жизней, а там ключевые какие-то параметры, вообще, там, национальной безопасности, не только российской, там, а в других странах, этот проект может быть актуальным, но, опять же, его нужно более подробно изучать, и заворачивать в какую-то, вот, оболочку грамотную, но всегда на выходе, методически это понятно, подметодически это часть только гранта, но всегда должна быть какая-то технология, она должна быть выражена именно в качестве программного обеспечения, куда как раз эти методички и будут интегрированы, и создавать его уникальность. Благодарю, понятно, тут еще тоже, ну, дополнительный такой момент, что, благодаря, опять же, каким-то вот грантам, да, мы сегодня, вот, моя команда, да, и моя международная сеть клубов, да, интеллектуальных, может масштабироваться быстрее, помогая людям трудоустраиваться, обучаться, стажироваться, и получать возможность развивать свои навыки и компетенции, и в это направление мы хотим усиленно взять работу, как бы, группу людей, которая от 55 лет до 75 лет с возможностью их переобучения, профориентации и трудоустройства. Тут такой уже более социальный проект, да, где вот эта группа людей, она сегодня может, ну, как говорится, потерять работу, потерять источник дохода, потому что выходит на пенсию. А пенсионеры, вот эти люди, ну, которые мудрые, как-то зрелые люди, они сегодня, ну, не востребованы, не так востребованы на рынке труда, и мы, как компания, которая имеет продукт, нужный для специального развития человека, можем трудоустроить этих граждан. Вот я вот как стратег понимаю, как это в глубину продукта, но вот техническим языком, конечно, если с тобой поговорить и обсудить это отдельно, то можно связаться, да, и как-то выйти на контакт. Конечно, конечно. Понял, понял, благодарю, Дмитрий. Социальные, социально значимые проекты, они, ну, у них есть приоритеты по поддержке, потому что, да, конечно, тем более, это группа людей, пенсионеры, у нас еще политика, да, мы их поддерживаем всячески. Вот недавно только вышло постановление правительства, то, что пенсионерам кому-то там больше 80 лет, но если честно, я вот, я с 18 лет знал, что я буду президентом, России, но изучая вот эту всю политику, я понимаю, с моей там, с моей горластостью и правильностью выстраиваемые отношения меня, скорее всего, просто, ну, не найдут там однажды, потому что такой, такой президент, как я, не нужен, но это не суть. И было постановление правительства России, то, что людям, которые больше 80 лет, им сейчас проиндексировали, подняли пенсию на 1200 рублей. Ну, смешно, да, но для пенсионера это все-таки 1200 рублей лишнее, это как бы, ну, хоть что-то. И поэтому, да, социальные проекты для пенсионеров, тут главное завернуть правильно, и тоже большой потенциал такого проекта приобрести грант. Благодарю, Дмитрий, ну, четко, опять же, профессионально чувствуется, вот, как хорошо, когда вот это пространство, в котором мы сейчас развиваемся, наполняется такими экспертами, как ты, ну, это все благодаря Андрею, благодаря вот этому сообществу, инвест-клубу Рио, и, друзья мои, я вооружаю искреннюю благодарность Андрею за то, что он каждый месяц четко, каждый месяц создает вот этот форум, посещайте эти форумы, приглашайте сюда своих друзей, своих коллег, своих бизнес-партнеров, потому что это реально вот та среда, где ты можешь узнать что-то новое, применить в своем деле, или же взять опыт профессионалов, купить этот опыт и улететь в космос со своим бизнес-проектом. Благодарю, благодарю и Дмитрия, и Андрея. Да, И даже вот еще больше продолжу, по поводу. Дима, я маленькую рекламу дам сейчас, буквально, без видео. Значит, у нас традиция есть на форумах создавать отдельные чаты, потому что очень много вопросов возникает, хочется ребятам углубиться. Я уже сделал отдельную группу, ссылку скинул в Zoom. Дима, попрошу тебя в эту группу, может быть, какие-то примеры, какие-то идеи свои скинуть. Еще раз свою визитку. Ребята пишем в этот чат, это отдельно, именно для форума чат, вопросы Дмитрию. Будем такую образовательную деятельность вести, повышение финансовой грамотности, как брать гранты, кредиты. Это польза и нам, и вам, и будем вместе расти. Дима, как тебе идея? Хорошо? Да, отлично. Даже можно там, вот там есть такой, вот да, как сейчас говорят тезисно, мне говорят проект, а я уже так же тезисно говорю, в чем может быть его новизна, как его можно докрутить. Отлично. Дим, ты хотел продолжить, добавить еще, да? Можно добавить? Это Катерина тоже. Слышно меня? Да, давай. Добрый день. Значит, я вообще, наверное, нестандартно взяла от вашего выступления информацию. Значит, один первый вопрос. Я так поняла, вы на таких технологичных в основном проектах специализируетесь. С агротуризмом сейчас вот тема, которую я в том числе развиваю. Был опыт, я сейчас собираю команду, в том числе для привлечения гранта именно на развитие агротуристических комплексов. Это ваше направление? Ваше, Ниша? Тут нужно понимать, вот смотрите, тоже был клиент, мы ему привлекли грант два года назад. У него так называемые маленькие домики. Он тоже говорит, вот у меня есть домики, они там размещаются в уникальных геолокациях. То есть, у него с ними, с владельцами этих геолокаций есть договора об аренде, то, что он там размещает. И там, грубо говоря, в 50 километров вообще никого нету. Я говорю, с этим нет. Но, говорю, а что, как ты взаимодействуешь? Он говорит, ну вот, собираемся еще в программное обеспечение. Вот, на программном обеспечении, который будет людям подсказывать именно с искусственным интеллектом, они будут вводить запрос, говорить, там, хотим, чтобы у нас там была гора, речка рядом и так далее. И он по базе данных, по огромному вот этому объему информации, он ищет и показывает им уже, то есть им не нужно сидеть там часами все это ковырять, и он будет подыскивать именно ту геолокацию, которая нужна. И, соответственно, на сами дома нет, конечно, но на это приложение, да. Ну, в смысле, это, в смысле, ваша специфика. Это не значит, что нет грантов на это. Да, гранты есть, гранты есть, но мы ими не занимаемся. Мне очень понравилась тема с геймификацией для персонала, для его организации и так далее. Дело в том, что я просто, вы меня, я дочку, она у меня тоже играет в Майнкрафт и так далее, и эти ачивки, я только от нее знаю, я сама я не играю. Вот. Короче, я сделала визуализацию как раз туристического объекта в Майнкрафте, попросила дочку сделать, и я постеснялась кому-то это показать. И сейчас понимаю, что даже какие-то серьезные проекты на этой базе, ну, не прямо на этой базе, но по аналогии, может быть, построены. Я думаю, почему нет? Завтра я выступаю, она не успеет сделать это в очередной раз, заново, то есть аналог карты сделать, собственно, там, да, в игре. Вот. Но вы меня поддержали, воодушевили, и вот, собственно, дочке сейчас об этом рассказала с радостью, что ты представляешь, можно, можно. Я вам даже больше скажу, один китайский город построили по по концепции, которые инженер построил сначала в Майнкрафте. Я вот полгода назад читал, да, эту статью, там очень красиво, и я тоже в Майнкрафт играю, потому что, ну, я не то, что его люблю, не люблю, у меня дети, оба играют, приходится с ними играть. Понятно. Я просто думаю, сейчас, может быть, дочку покажу. Тебе, видишь, это приятно, что будешь это строить и визуализировать Майнкрафт. Это у меня Полина. Привет. Привет, Полина. Вот. Человек, кстати, очень с бизнес этой, как называется, заточкой. В тяжелые времена она, стрижка у нее с тех пор, как она, короче, хотела компьютер, а он сломался, и действительно, настолько тяжелые времена, я не могла ее купить, компьютер, она подстригла, продала волосы, купила себе компьютер. Молодец. Уже предпринимательская жилка есть. Да, 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 да. Ну все, благодарю. Очень рада. Вы собираете дико талантливых, вообще уникальных людей в одном пространстве. Просто ма. Спасибо. Благодарю. Еще вопросы? Прощаться начинаем. Давайте в чат тогда вопросы. Есть, да? Так, Сеня, давай. Ну вот у меня такая идея, я писала в визитке, вот как бы есть техника, например, по уборке дома, но она в основном для взрослых сделана, то, что сделано для детей, оно в виде игрушек не функционально, а вот если бы создать такую технику, можно из мультиков какие-то идеи брать. Еще из чего-то, чтобы было интересно детям заниматься домашними делами, помогать их мамам. Вот насколько на такой проект можно грант получить? И можно ли для граждан Беларуси в России получать грант? Граждане Беларуси могут быть в команде, в проектной команде. Это да. По поводу вот того, что вы сказали, связанное с детьми с уборкой, не знаю, сейчас у меня нет ответа, но у нас проект выиграл «Умные швабры». А смысл такой, есть проблема определенная. Те люди, которые убираются в гостиницах, они вот там за полчаса убрались и семь часов они там где-то отдыхают. А к этим швабрам прикручивается геолокация, причем там есть другая проблема, потому что если они убирают в местах, где нету Wi-Fi и так далее, это подвалы и так далее и тому подобное, то там они еще помимо этого разработали специальную специальную связь, которые и маршрутизатор свой сделали и они экономят компании, то есть до 50% на выручки, точнее на затратах, которые они платят своим сотрудникам. И как казалось, там вот в одном отеле они сделали пилотное внедрение, то что у них там порядка 20% в смене работают, а оказывается только людей не надо, они не выполняют задачи там и на 30%, достаточно 10%, но с этими умными швабрами. Классно. Коллеги, задавайте еще вопросы. Так, мы сегодня два часа уже, Дим, благодарю тебя. Давайте тогда уже перенесем все вопросы в чат. Всех благодарю. Заканчиваем второй день. Делаем домашнее задание. Сегодня будет домашка сделать балансовую ведомость. Обязательно сделайте. Сделайте свою точку что у вас с активами, что у вас с активами, что у вас с активами, с расходами, с расходами, доходами. Ну и будет продолжение по 100 целям, тоже очень интересно. Кто не писал свои цели, напишите. Так, давайте я без видео скажу насчет целей. Цели дают нам энергию. Человек создан на 40 лет, я вначале это говорил. Гарантия от производителя. Дальше, чтобы вытянуть тебя на хорошую, плодотворную, интересную жизнь, надо найти себе стимул, мотивацию. Жить, творить, создавать, радоваться. Поэтому пишите цели, кайфуйте, получайте оттуда энергию, а возможности вы видите просто миллионы. Вот Дима один чего стоит, просто миллиарды. Хотите? Я у Димы видел гранты есть на 5 миллиардов. Денег очень много. Не ограничивайте себя в мечтах, в своих желаниях, в реализации своим лучшим фильмом под названием «Моя жизнь». Включаю видео и начинаем прощаться. Да, все, коллеги, спасибо всем. Счастливо. Благодарю. Всего доброго. Счастливо. Счастливо. Продолжение следует...